Существует много анекдотов на тему взаимоотношений между свекровью и снохой. И для того, чтобы доказать, что в большинстве случаев представительницы женского пола ладят, у них есть общие интересы, был проведен конкурс снохи и свекрови. Одной из таких образцовых семей является семья Шангараевых. Свекровь уверена, что ее сноха – самая лучшая. Заведующая клубом предложила участвовать. Я, конечно, с мужем посоветовалась сначала, он сказал, можно, разрешил. Ну, почему решили? Потому что пенсионеры у нас как-то предоставлены самим себе. И как-то вот интересно разнообразить жизнь, чтобы интереснее было. Ну, как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Вы тоже сноха относились к тому, чтобы собрались участвовать в конкурсе? Ну, мы с ней сначала поговорили. Конечно, она очень занята, она учитель начальных классов. В начале года очень много работы. Но, тем не менее, она согласилась. Давайте попробуем. Что вы сегодня представите? Ну, мы представим. Ну, как-то все в песенном варианте у нас все будет под музыку. Но, правда, мы, конечно, не артисты. Не знаю, как получится. Просто свекровь и невестка. А взаимоотношения как у вас за тобой? Отличные. 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 Очень приятные, очень хорошие, доброжелательные. Мы об этом расскажем, конечно. Презентацию мы делаем друг к другу. Обычно презентовать надо самого себя. А мы решили. Она... Я даже не знаю, что она обо мне скажет еще. Мы потому что не репетировали. Я вот сама написала, что я буду говорить о ней. Ну, и сегодня послушают. Для меня будет сюрпризом. С приветственным словом обратилась заместитель главы администрации Лира Ревкатовна Мустаева, которая поздравила всех пожилых людей с наступающим праздником. Присутствующих здесь хочу от имени администрации поздравить всех с международным Днем пожилого человека. Касается это, конечно, наших ветеранов труда, наших пенсионеров, наших людей преклонного возраста. С Днем мудрых людей. Хочу также отметить, что в рамках Международного дня пожилых людей у нас в районе объявлен месячник мероприятий. Много мероприятий прошло в плане спортивного направления. Это и конкурс по пулевой стрельбе, и много разных мероприятий. Также мероприятия проведены клубными учреждениями района, библиотечными учреждениями района. За все им хочется сказать огромное спасибо. По поводу сегодняшнего мероприятия хочу также огромные слова благодарности выразить в адрес глав сельских поселений, которые смогли организовать своих снов и свекровь своего сельского поселения, привезти сюда для участия. Также огромное спасибо работникам культуры, которые вложились в подготовку данных конкурсантов. Сегодня, я думаю, не будет победителей. То, что вы приехали сегодня на этот конкурс, это уже победа. Огромное вам спасибо и с праздником! В конкурсе приняли участие семь семей из разных сельских поселений Краснокамского района. Им предстояло показать свои творческие способности в пяти разных этапах конкурса. В каждом из них свекровь и сноха должны были продемонстрировать не только свои таланты, но и дружелюбие, уважение друг к другу и умение находить общий язык. Словом, все те качества, которые нужны в повседневной жизни. Сегодня у нас проходит замечательный праздник. Он приурочен к месячнику, посвященный Дню пожилых людей. И вот сегодня такой замечательный праздник, который называется «Снохи и свекрови», проходит в Кореевском сельском совете. Цель данного мероприятия – это укрепление роли женщины в обществе, обучение молодых девушек мудростям семейной жизни и устранение, конечно, недопонимания в молодой семье, которые ведут к разводу. Вот с этой целью мы и решили провести данное мероприятие. На сегодняшний день подали заявки семь участниц. Это у нас Кабаново, Саузбаш, Кореевский сельский совет, Каинлык и многие другие. Конкурсы очень интересные будут. У нас будет конкурс «Визитная карточка», которая называется «Вместе мы силы». Мы имели в виду о том, что сноха и свекровь, они всегда вместе, всегда сильные. Соль земли, то есть самые хорошие, замечательные женщины. Конкурс ласковых и добрых слов. Зачастую так бывает, что не уживается сноха свекровью, к сожалению. Но я думаю, что вот благодаря этому конкурсу они эти слова будут друг друг говорить бесконечно. Конкурс болельщиков будет. Это из зала болельщики будут болеть в необычной форме, с кричалками. Называется «Знай наших конкурс». И следующий конкурс – это «СМАК», где наши конкурсантки будут совместно изготавливать блюда и в художественной форме предоставлять его. И творческий конкурс, конечно, он называется «А мы самые-самые-самые». Вот здесь будет наверняка очень много интересного. Наши конкурсантки покажут, на что они способны, будут петь, танцевать, художественные номера, пантомимы и так далее. Оценивала конкурсанток компетентное жюри в составе трех человек. Для каждого конкурса есть свои критерии оценивания, по которым члены жюри и выбирали победителя. Сегодня в нашем районе проходит конкурс «Снохи и свекрови». Участвуют в данном конкурсе у нас семь семей из различных сельских поселений нашего района. Все это, можно сказать, самые смелые «Снохи и свекрови», которые решили попытать свои силы в данном конкурсе. Конкурс будет проходить в пять этапов, будет оцениваться по пяти- и десятибальной системе. Критерии, по которым мы будем определять победительные в каждом из конкурсов, конечно же, свои. Так, в конкурсе «Визитная карточка» критериями являются авторская оригинальность, уровень исполнения, артистизм, художественное оформление, костюмы, плакаты и музыкальное сопровождение. В конкурсе «Болельщиков», «Знай наших», в оригинальной форме могут быть исполнены кричалки, плакаты, барабаны, дудки. В конкурсе «Смак» оценивается оригинальность блюда, оформление, творческое представление и вкусовые качества. В музыкальном, творческом конкурсе «А мы самые-самые», конечно же, это оригинальность выступления, артистизм, качество исполнения номера. Праздник получился веселым и добрым. Для жюри определить победителя было нелегким делом. В результате переговоров обладателями Гран-при стала команда Шангараевых из села Новокабаново. Они поразили жюри своим жизнелюбием и отличным чувством юмора. Остальные тандемы «Свекрови» и «Снох» были отмечены в отдельных номинациях.